Я все-таки настаиваю, что если бы эти люди были действительно настоящими христианами, они должны были проповедовать Царство Божие, его строительство, они должны были предпринимать колоссальные усилия на этом пути, изо всех сил стремиться это реализовать. Но они выходят с проповедью отрицательной, а не положительной. Они выходят с призывами экстремистскими, бороться с ННН, с паспортами и так далее. То есть не лично созидать себя, не строить Царство Божие, а вот там с чем-то бороться. Это, в общем, Ульянов Ленин 2, или там Пророк Мухаммед 2, или как угодно. Таких деятелей было очень много, но после мы не там. Христианский путь, он другой, я считаю, что наш этот сайт, боговедение.ру, он как бы отразил этот путь. Мы действительно выходили с призывом строить Царство Божие. Мы звали всех, кто к этому готов. Только не РУ, а РФ. РФ, да. Богословие.рф сайт называется. Только не богословие, а богомысли. Боговедение.рф. Или боговедение. Вот это был настоящий путь, на мой взгляд, христианский, честный путь. Но в силу того, что мы оказались лично несовершенными, грешными. Мало того, что несовершенными, не сновьями Божьими, но еще и грешниками. И в силу нашей несостоятельности Царство Божие у нас не состоялось. Но это же другой вопрос. А путь-то был правильный. А вот эти ребята, то это неправильным путем. Еще раз, я просто хотел сказать, что... Поэтому они не христиане вообще. Судить, судить по некоторого рода только высказываниям, по некого рода призывам, о том, как они в делах и в чем состоят у них плоды, невозможно. Нет, они уже выходят на проповедь не с тем. Не с тем идут. Еще раз говорю, что на самом деле проповедь... Ну, это отличие, как вот отличие Христа и Зелота. Зелоты жили в то же время, что Христос, они призывали римлян мочить. Им вот мешали римляне, как бы вот. Что вот римляне придут, построят там царство Антихриста и все такое. Надо вот с ними бороться. А Христос пришел и призвал строить царство Божие. Здесь просто все повторяется. Я думаю, что высшие, как бы, представители этого движения, это вообще, как бы, люди, как бы, оперативные работники всяких служб, которые просто выявляют экстремистские тенденции в христианстве. Это позитивная работа, которой государству необходимо заниматься, дабы предотвращать всевозможные коллизии, которые могут возникнуть. Еще раз, как бы... Конечно, там разные люди есть, там много людей, которые не понимают, почему нельзя принимать ИНН, там, может, из каких-то там магических соображений они боятся, там, этих шестерок, паспортах, там, это... Еще как-то, там, понимают все это, исходя, знаешь, из каких-то вот таких вот магических, обыденных представлений, да? И, возможно, они не понимают смысла, чем они занимаются. Возможно, такие есть. И они еще и... Потому что, действительно, ведь вопрос не в том состоит, чтобы каких-то там конкретных вещей отказаться, да? Вопрос просто более фундаментальный. Просто на этот более фундаментальный вопрос, а именно непринятие этого мира, да? Не... Бескомпромиссное противостояние этому миру, да? Противостояние его порядку. Он ведь выражаться, по сути, должен не в том, на самом деле, конечно, отрицательном, да? Что только во что бы то ни стало отрицать мир. Потому что, враждай миру, не обязательно есть любовь к Богу. Можно в миру враждовать и по-разному. Можно быть преступником, враждовать миром, не обязательно ты будешь тем самым праведником. Суть ведь не просто во вражде, а суть состоит в том, что человек, который действительно хочет жить в Боге, да, хочет жить в добре, неизбежно вступает в конфликт с миром. Неизбежно. И просто вот эти вот всякие... В данном случае это выразилось вот в таких вот, как-то якобы в курьезных моментах, да? Ну, вообще говоря, это может выразиться и в других формах. Суть как раз состоит в том, что... Да, например, апрельский тезис, я же говорил. Апрельский тезис Ульянова Ленина. Еще раз, суть. Всем дам все. Еще раз, суть состоит в том, что настоящие христиане... Тоже христианская еда. ...которые на самом деле выбирают между Богом и мамоной, выбирая Бога, им по неволе приходится вторую часть как бы не выбирать. И не выбирая мамону, да, противостоя вот этому, они оказываются в положении гонимых, там, оказываются в положении нищих, да? Блаженны нищие духом, да? Это же означает... Что такое блаженны нищие духом? Это означает, что блаженны те нищие, которые стали нищими ради Бога, да? И почему духом? Потому что дух их привел к этому. Дух их ведет к тому, что они стали нищими ради Бога, потому что они в дилемме между богами и мамоной выбрали Бога. И вообще христианство нацелено именно на таких вот нищих, да? Почему богатство как бы... Само богатство, конечно, ничем не плохого, оно не проплято. Но просто богатство, оно требует, я еще раз повторяю, от себя некого служения, некого компромисса, да, некого отказа, пускай частного, пускай какого-то частичного отказа от Бога. Сохранить необходимо как бы... Невозможно-то тогда правильно жить, чтобы сохранить. Так вот, конечно же, ты прав, что, наверное, многие формы сопротивления миру, они не являются христианскими просто. Я говорю, само по себе сопротивление миру не является... Не делай человека я сразу, как бы, человеком от Бога. Но человек от Бога по неволе всегда сопротивляется миру, по неволе. Потому что быть с Богом, это означает быть не с миром. А быть не с миром, это означает с ним конфликтовать, находиться с ним во вражде. Ну, так уж получается. Если ты с Богом, да, если ты отказываешься от мамоны, да, если отказываешься от всякого рода, как бы, благ, которые мир тебе сулит, да, не входишь с ним в компромисс, да, в какую-то соглашательство тут, и по неволе вступаешь в него с конфликтами. Мир в тебя начинает, ну, как бы, у тебя возникает много проблем. В этом и состоит суть. Поэтому я не хотел бы, на самом деле, вот этот разговор об ИНН, и в номерках, и прочем, как бы, сводить к какой-то банальности. На самом деле, здесь я говорю, здесь есть фундаментальная вещь, которая именно связана с мироощущением христианства, в принципе. Христиане так, в принципе, так от себя ощущают, что мир решит вас злее, да, что миром правит князь тьмы, там, дьявол, вилял, неважно. То есть какой-то там... Но пути борьбы, в темное начало, на мой взгляд, должны быть другими. Вот, не касательные, а положительные. Теперь я вам про положительный путь. Положительный путь, я же об этом и говорю. Положительный путь. То есть путь движения к Богу в совершенстве. Но этот путь движения к Богу в совершенстве проходит через тернии, как бы, мира. И неизбежно человек, движущийся к Богу в совершенстве, вступает с этим миром в конфликт. Если брать, например, какие-то примеры святых, то этот конфликт возникал на уровне конфликта между твоим духом и твоим телом. Дух бодр, а плоть немощная, понимаешь? У них просто другой фронт, понимаешь? Он иной. Этот фронт не от мира сего. Это не буквально разделение на врагов и друзей. А это вот, когда человек, он как бы... Какой иной фронт-то? Какой иной фронт? Вот объясню тебе, какой. Вот, например, подлинный христианин живет там. Во всей своей жизни он стремится, как бы, делать всем добро. Понимаешь? Стремится любить всех, насколько только ему хватает сил. Естественно, люди, которые не христиане, они с другими устремлениями живут. Поэтому человек всегда будет ограблен, всегда он будет унижен, всегда он будет, как бы, это самое, как сказать, к слову-то подобрать, не притиснут, а, как сказать, ущемлен везде и всюду. Вот это его фронт. Ну, это понятно. А в этом я ничего не... А его задача при этом все равно остаться христианином, ну, не человеком, как, остаться христианином, все равно остаться добрым, все равно творить добро. То, что ты высказываешь, я недавно высказал я. Просто другими словами я высказал то же самое. Ваше здесь, это совсем другое. Здесь давайте объединимся вот вокруг ННН и начнем все границу. Еще раз говорю, и это может быть некоторые среди этих христиан именно так думают. Может, они не понимают, как бы, изначальной коллизии. Может быть, это именно так. Но если братья, как бы, есть же среди них и разумные, и среди них и зазнательные, они конфликтуют с миром не ради конфликта. А потому что на пути исследования правды Божьей, на пути поиска Царствия Небесного, так как бы, они вступают в конфликт, в частности, в этих вопросах. Ну, ладно. А теперь давай вот еще с такой стороны зайдем. Сам по себе компьютер является злом? Нет. Телевизм. И богатство не является злом. Само по себе. Само по себе. Как ты будешь так же и ННН, и паспорт? Да, ничего не является злом. Поэтому борьба с компьютером, с телевизором, СНН, это вообще какой-то бред сумасшедший. Нет, дело не в этом. И не злойка еще проблем. Нет, дело не в этом. А дело просто состоит в том, на самом деле, что ты, если выбираешь одно, второе, третье, десятое, это на самом деле ты должен в соответствии с этим, на самом деле, себя перестроить. Сами по себе эти вещи никакого зла не несут. Это же не магия. Но если ты что-то принимаешь и что-то делаешь, ты же не можешь это просто так принять. Ты на самом деле сам себя должен переделать. Если ты принимаешь компьютер, то ты принимаешь все, что с этим компьютером связано. Если ты принимаешь богатство, то ты должен, на самом деле, об этом богатстве перепечься, заботиться. Ты же не просто принимаешь его и раздаешь. Вот ты можешь принять богатство и раздать его нищу. Богатство, оно не проклятое. Я же говорю, и компьютер не проклятый. Ты можешь, например, использовать компьютер на самом деле, и на благие дела. Сам по себе компьютер ничего. В этом нет никакого зла. Но ведь, суть состоит в том, что ты принимаешь богатство, и у тебя возникает страсть, и ты его хочешь сохранить, и начинаешь служить ему богатству. Это богатство требует богатства. ты его не хочешь раздавать, у тебя возникает жадость и прочее. С компьютером, наверное, может быть сложнее, но компьютер дает тебе возможность расширять твои горизонты и прочее. Я тебе скажу, что тогда давай мы отберем у такого человека и компьютер, и ННН, и паспорт, отберем у него, все отберем, он все равно останется говняком. И он, сидя в первобытной пещере с дубиной, этой дубиной ударит ближнего за какой-нибудь банан там, понимаешь? А ты знаешь, что на самом деле суть христиан? И нам придется сказать, что вот, оказывается, надо это было бороться с дубиной. Христианская болтовня, она всегда вот именно в таких вот разговорах выражается. Я же тебе говорю, а почему выражается символ... Но я не так же могу сказать, что это у тебя болтовня. Нет, а почему выражается символ веры? Почему в вере важно утвердить как бы некоторого рода формулу? Почему надо... Вот ты во что-то веришь? Почему важна вот эта формула? Потому что ведь нет закон какого-то, вот, допустим, в Ветхом Завете или там в юридической практике есть закон. Он сам по себе есть, он тебе говорит не убить, допустим, и все. Тебе не надо его утверждать. Он просто есть и все, он утверждет. А в Новом Завете такого закона нет. И тебе на самом деле для того, чтобы жить в Новом Завете, надо постоянно его утверждать. И ты должен утверждать это, в частности, своими делами. Ты должен его утверждать. Тут невозможно просто сидеть, ничего не делать и тем самым оставаться христианином. Ты должен в каждом случае, в каждой ситуации утверждать это свое христианство. Ты должен его доказывать своими делами, своими поступками, своим отношением к делу. Понимаешь? Вот в чем проблема состоит. У кого-то, допустим, есть неприятие компьютера по каким-то своим причинам. Потому что на разврат там проповедовали, потому что с ними одно связано, другое третье. То есть помнишь там вопрос проидоложительное. Да, пускай он неразумный такой. Но у него это есть. Ну и так же можно сказать и о книгах, что книги это знали. Не, давай, подожди, давай вот не все вот опять. Почему я говорю болтовня? Болтовня не то, что ты глупость говоришь, а то, что сваливаешь в одну кучу. Христианская болтовня – это когда куча всякого рода вещей в христианстве сваливается в одну кучу. Вот что я называю болтовняем. Это не мысль, которую ты хочешь сказать. Мысль я хочу сказать в том, что если христианин соблазняется из-за компьютера, соблазняется почему-либо. Он считает, что на самом деле компьютер несет разврат, несет как бы растление, молодежи растление, растление там самого себя. Если он компьютер – это плод, это как бы не сам компьютер, он же не проклят, а то, что с ним связано, что это некий канал связи, который может тебе принести на добро пойти и на зло. Если сам по себе он таков, если крестьянин в этом соблазняется и сомневается, что с этим делать. Как сказал Павел? Ну не вкушу, как проидоложертвенное. Не буду вкушать мясо, чтобы ближнего не соблазнить. Вопрос же то же самое, потому что мясо само по себе проклятое. Идола на самом деле, идола нет. И мясо не может быть идоложертвенное. Бог один, потому что. Ну какие-то там, не вкушать мясо или не вкушать мясо, кто-то, кто вкушает мясо, ради Бога вкушает, кто-то не вкушает, ради Бога не вкушает. Никакого значения это не имеет. Но если я вижу, что из-за того, что я вкушаю мясо, рядом стоящий христианин, другой брат мой соблазниться, ну не буду мясо вкушать вовек. Так же и здесь, понимаешь? Вся та же самая логика. Ну и что? Логика состоит в том, что... Я считаю, что логика Павла неправильная тогда получилась. Как неправильная? Тогда надо от всего отказываться, вообще от всего. Вот он книжки там читал, он же грамотный был, писал послания. Не надо ни писать, ни читать, потому что на этом тоже кто-то соблазнится. Книги разные бывают, и послания бывают разные. Не надо было ничего писать тогда. Что он написал-то? Ну да вообще ничего делать нельзя, потому что что бы ты ни сделал, кто-нибудь обязательно соблазнится. Мало ли дураков на свете. Нет, ну хорошо, ты уже просто критикуешь христианство. Павла критикую, да. Ну я понимаю. И другие апостолы. Просто мы всегда как бы... Нам не писали же, что он что-то неудобовразумительный. Нет, у нас в нашей дискуссии всегда есть такая грань. Либо христианство есть, либо его нет. Мы не можем, находясь на теологическом семинаре, обсуждать состоятельность христианства как такового. Если мы считаем, что христианство не состоятельно само по себе, ну просто мы закрываем семинары и все. Мы говорим, что христианства нет, и все. Еще тут такое обсуждание. Почему христианство-то нет? Ну если как бы рассуждение Павла о бедоложертвенном, если как бы всякого рода разговоры о богатстве, притчи о богатстве, о том, что не заслужить двум господам и прочее, о том, что дружба с миром, если вражда против Бога и прочие другие вещи, надо как-то отбросить. Павла можно... Надо отбросить тогда и само христианство. Я тебе скажу так, Павла можно понять так. Вот допустим, живет семья, отец, мать и ребенок. И отец с матерью, они, конечно, занимаются любовью, да? Понимаешь, какую любовь я имею ввиду? Ну зачем, Влад, опять, в болтавлю-то свалиться? Но ребенка-то они в это не посвящают, чтобы он не соблазнился. Вот в этом плане, если Павла понять, то да, что вот если вот Булат соблазняется, что я ем одоложертвенное, то я при Булате мясо есть не буду, а без Булата поем спокойненько. Если Булат соблазняется и ННН, но я при Булате не буду его доставать. Но себя получу спокойно и буду жить с ним. Да дело же не в этом. Еще раз объясняю. Дело не конкретно в ННН. И даже это и ННН само по себе, и на Великие и прочие-то все глупости. Тут ничего-то особенного, да нет, в этом же нет никакой магии. Вопрос состоит в том, до какой степени мы будем признавать этот мир? До какой степени? Ну сейчас признали, наверное, завтра признали на Америке, признали потом УЭК, потом признали отказ от наличных денег, потом признали чипы в голову, да, а потом что признаем-то? Не, я не признаю. До какого уровня дойдет? Потом признаем, давайте сделаем, значит, два пола. Сделаем один. Ну два-то много, это слишком жирно. Давайте один пол сделаем потом. Значит, человек-то вообще нужен? Робот. Снес голову там, какой-нибудь компьютер это насадил и все. Да кто тебе дал право решать за будущее? Да вопрос же не в этом состоит. До какого пора мы войдем в это вот, где та грань, вот компромиссы? Нет, это и грань. Правильно. И поэтому на самом деле, как бы, христиане не говорят, что есть и грань, и нет, давайте с самого начала ее поставим. А почему? Если с самого начала надо отменять деревянную дубину в пещере. Нет, еще раз. Как нет? Пещера здесь ни при чем. А как это? Ну так ни при чем. Надо все отменять и возвращаться обратно в животный мир. Ну я не знаю, откуда у тебя, при чем здесь животный мир? А почему именно на ННН остановились? Я же объяснял, что ННН это пробный камень. Ну так а почему именно ННН? Давайте дальше пойдем. Я не понял. Люди же соблазняются не только на это. Еще раз говорю, что... Мы пришли с тобой к выводу, что человек может соблазниться на чем угодно. Нет, подожди, подожди, не торопись. Поэтому у нас есть единственный выход. Вернуться обратно на деревья. В животный мир. У тебя единственный выход, да, скоро там... Надо вообще плодить... Зачем нам уже два пола? Без пола существа сделаем третий пол. На деревья, в пещеру. Вот это же будет прогресс. Правильно. Зачем нужно два человека? Один? Христос же сказал, будьте как ангелы. Давайте на земле ангелов творить. Отрежем все половые органы, и будут люди одинаковые, как куклы. Но это же прогресс. Ликто человеческий останется, который Бог сотворил, или не останется? Ну давай прогресс двигать дальше. Снесем голову, поставим компьютер туда, вместо головы. А ты уверен, что в замысле Бога о человеке именно необходимо, чтобы сохранился лип. Еще раз говорю, что мы не выходим за рамки христианства. Ты можешь как бы... Я говорю, что если мы выйдем за рамки христианства, я могу тебе сразу сказать, христианства уже давно нет. У людей давно уже как бы живут, и в лицемерии живут. Они якобы христиане, на самом деле, читают эти Евангелия, как какие-нибудь сказки про белого бычка. Кто-то по воде ходит, и мертвые встают из гробов. Они как это рассматривают? Это своего рода просто и россказни. Как такое принимать, что скажешь в горе, если веришь, сдвинься в море. Она сдвинется. Но это же по басеньке еще, такого не бывает. Христиан, значит, нет. Все это глупости, придумали какие-то там моровины, и все. А мы тут дурачки сидим, верим. Но если мы так будем обсуждать, ну тогда давай закроем семинар. Какой смысл-то он нужен? Какой смысл в нем? Я же еще раз говорю, что либо христианство таково, как оно есть, оно именно таково. И нужно внутри в него находиться и понимать его логику. Либо надо выходить из-за рамки христианства и говорить, давайте обсуждать что-то другое. Ну, в этом же проблеме-то состоит. Еще раз говорю, паспорта, всякие, наверное, это только пробный камень. Можно вообще о нем забыть. Говорить просто о мире. Принимает мир человек или не принимает. Я согласен с тобой на самом деле. Невозможно как бы совсем уже так вот отказаться от мира. Хотя в каком-то смысле и смысл христианства именно в этом. Не то, что вообще мир отказаться, а переделать мир, да, сделать, изменить этот мир к лучшему. Сделать его царствием Божьим. Изменить его, понимаешь, не сидеть вот так пассивно. Насаждать этот мир. Вот, наконец-то начал говорить здоровые вещи. Я с самого начала это сказал. Я тебе говорю, пусть меняют они. А что они с СНН-то докопались? Еще раз объясняю, что вопрос СНН-то это пробный камень. Еще не сильнее. Ну, а может быть, одни из них, может быть, докопались, потому что что-то не понимают. Другие докопались, потому что понимают. Это не важно. Что значит пробный камень? Ну, всякая мысль, на самом деле, да, вражда с миром, она как на чем-то конкретном выражается. Вот я тебе скажу, что ты враждусь с миром. У тебя одно вражда с миром будет на одном уровне, там, скажешь, ну, мне мешают, допустим, мои страсти. А у другого, допустим, у тебя, допустим, страсть, допустим, плотская. А у другого будет какая-то другая страсть, у него будет, там, страсть, там, допустим, там, не знаю, там, какая-то гордыня, там, житейская, там, или еще что-то. У каждого будет своя страсть. И борьба с миром у него будет своя. И вот точно так же и НН, ну, одни, у преломилась, вот у конкретной данной группы людей преломилась она в этом аспекте. С силу каких-то обстоятельств, там, размышления об апокалипсисе, о шестерках, да, о том, что в паспортах они нашли шестерки, о том, что шестерки в штрих-кодах они нашли, да, о том, что вообще, как бы, есть общая тенденция перевести всех людей, как бы, на цифры, да, и прочее, прочее. Но они тут размышляли, размышляли и дошли до каких-то своих, там, столпов, да. Но это их проблема. Это просто конкретная группа крестьян дошла до этого. Другая группа дойдет до другого. Ты считаешь, как один христианин будет бороться с, там, с похотью, там, а другой будет бороться, там, не знаю, там, с гордостью, с тщеславием, обжорством и прочее. Это вопрос, говорю, сейчас, вот поэтому я говорю, что это пробный камень, это вопрос просто случайностей. Так получилось. Я просто хочу сказать, что они не сумасшедшие, вот что происходит. А если это самое, те, кто стремятся похудеть в интернете, они тоже, можно, зачислить в группу христиан? Нет. У них тоже пробный камень. Нет, вопрос, еще раз говорю, вопрос состоит в том, что изначально они, на самом деле, не принимают мир сей, потому что они... Ну и те не принимают. Нет, они хотят быть с Богом. А эти тоже хотят похудеть. Я не понимаю. Это не может быть камнем преткновения. Слышишь? Не может ли это быть камнем преткновения? Я не говорю, что это раскольники. Хорошо, про раскольников, да. На самом деле, это как бы самое очевидное возражение этой группе христиан, да, что они раскольники. И, как бы, это Алексей Ильич Осипов, да, профессор Московской духовной академии и семинарии об этом говорят, и многие другие. И что это прежде, и самое главное возражение, что тем самым они это призывают к некому роду расколу. На самом деле, на самом деле, свою позицию эта группа, ну, можно сказать, что во главе с Середьяком Авелевом Семеновым, она ставит тем способом, что они за правду Божью. И все слова, которые я говорил об их позиции, что невозможно служить двум господам, Богу и Мамоне и прочее, как раз относятся сюда. Они просто как бы говорят, что Иисус Христос точно так же не хотел, на самом деле, объединиться под синагогами с фарисеями, саддукеями и книжниками, да. А почему-то говорил, что горе вам, фарисеи, саддукеи и прочее. То есть, и он их обличал, да, обличал, исходя из некой правды Божьей, не абстрактной какой-то правды, потому что, типа, он почему-то отрицает их и все. А потому что он понимал, что вот их праведность, да, она на самом деле в чем-то недостаточно, что можно и двигаться дальше. И точно так же они рассуждают, что ради правды Божьей, да, понимаешь, им приходится эту правду говорить. То есть, на самом деле, постоянно, вот этот, и Авель, он же постоянно говорит о том, что церковь, московская патриархия, остается, есть и остается, как бы, единственной церковью, которую они признают, да. То есть, что она, на самом деле, что в ней есть дух, да, что в нее надо ходить и прочее. Но, тем не менее, несмотря на это, они вот видят, что есть вот такие вот искажения, которые, как бы, они считают, что недопустимы. Прежде всего, кроме прочего, они же, на самом деле, еще обличают и свещество. Они говорят, что пастыри, на самом деле, оступились, да, что они соблазнились, что вот они вот понаприняли этих паспортов, там, и прочего, там, и у них, как бы, от них дух отошел. Потому что, на самом деле, вот это христианство, которое исповедует, ну, как бы, неприятие мира, да, которое исповедует правду Божию во что бы то ни стало, они, на самом деле, еще так же исповедуют дух пророческий, да, и, там, откровение и прочее. Они все испытывают духом, не каким абстрактным духом. Ну, это означает, допустим, как вот Петр Бородулев, он, допустим, чтобы понять, вот, есть же, есть такой отрок, он на Урале был, он в 11 лет умер, Вячеслав Крешининников, да, вот, его сейчас считают ангелом, да, его считают последними свитами. Как узнать, на самом деле, таков он или не таков? Петр Бородулев начал, там, молиться, да, и через молитвы, там, через определенного рода, там, процедуру, да, вот, чисто духовным образом, там, молитвы со слезами, там, с этими, с усилием, там, да, вот, он узнал, на самом деле, что он действительно святой мальчик. И, или пророчество, многие видят определенного рода пророческие сны, и к ним, вот, приходят, там, на живую, живую какие-то священники, там, сообщают о том, что там творится, да, какие-то пророчества. То есть, они исповедуют вот то изначальное христианство, которое считало, вот, ну, помнишь, там есть такое развлечение между саддукеями и фарисеями? Саддукеи не признают духа, да, ни духа, ни ангела не признают, а фарисеи признают. Так вот, они, вот, этот дух, да, который веет между, ну, в христианском мире, да, он постоянно присутствует, да, они все, как бы, на него ориентируются, через него же пророчество, через него же откровение, да, и через него же уразумение многих вещей. Так вот, через это уразумение, через пророчество, откровение вещей сны. Может, у них дух-то бесовский, я еще неизвестно, как проверить? Так, это уже другой разговор, просто я тебе объясняю, что на самом деле, какова, в частности, является практика. Другая, с другой стороны практики является вопрошание святых отцов. То есть, они, на самом деле, апеллируют к этим, ну, там, это книги читать у них, там, они подпиливают просто к святым отцам, к их, там, этим высказываниям, там, Феофана Затворника, там, Горничанина и прочих. То есть, и современных, и древних. И третий у них еще путь есть, а у них, это, есть старцы, то есть, свои старцы. Там много, достаточно этих старцев, там, можно перечислить, там. А в чем их старчество выражается? Ну, что такое вообще старчество? Старчество, это означает, что высокоопытные, как бы, духовно одаренные христиане, да, которые, ну, обычно это и монашествующие, которые, вот, в этом подвиге, своим, там, молитвенном, там, подвиге христианском, дошли до определенного рода понимания вопросов, и они, как бы, становятся, ну, кто прозорливым становится, да, кто видит будущее, там, или видит, там, суть вопросов, там. Это люди получившие некие дары. Да, люди, получившие дары. И вот эти люди, получившие дары, они, как бы, вот, о будущих временах, определенные, высказанные делами, там. И, в частности, говорили об документах. Еще в момент, во время, когда ничего такого не было, они уже предсказывали, что, вот, появятся карточки, появятся, как бы, вот эти, вот, наберки и прочее, там. То есть, уже об этом говорили. Ну, если верить вот всем вот этим, этой группе людей. Так вот, вот это про раскол. То есть, на самом деле, это не раскол, это просто попытка, как бы, отстоять правду Божию. И если она, получается, приводит к расколу, ну, я говорю еще раз, они ссылаются тогда на Иисуса Христа. Но Иисус Христос тоже раскольничал, вот, это, в церкви, да, приходил в синагогу и проповедовал, и это, и обличал, и это, фаисеев, и садукиев. Ну, это странно, что же, что же расколил. То есть, они, на самом деле, как бы, просто правда Божия, она требует иногда, да, вот. Ну, как они ее понимают? Я же тебе объяснял, это партия, что дружба с миром есть вражда против Бога. Это первый вопрос. Второй вопрос, на самом деле, и со стороны противников вот этой группы, он связан с тем, что они занимаются магизмом. То есть, они рассматривают эти шестерки, начертания всякого рода, там, номерки и прочее, прочее, с какой-то своего рода каббалистической магической стороны. Да, что это, на самом деле, это тоже неправильно. На самом деле, как бы, сами эти, ну, допустим, Иродьяк, Айвил, он, на самом деле, сам указывает, что дело, как бы, не в шестерках, да, там, вообще так, и не просто, как бы, в номерках, а что, на самом деле, речь идет именно вот о вражде миру, да. Но, я так говорю, не вражда самооценна, так уж получается, что именно в этом выражается. И потом, это раз. А во-вторых, как бы, в самом откровении от Иоанна, там ведь сказано не просто начертание на лоб и на руку, да, а речь идет о том, что тот, кто будет не иметь этих начертаний, тот не сможет ни покупать, ни продавать. И они усматривают в этом, они усматривают в этом, как бы, штрих-код. У меня такая мысль пришла, что вот, насчет вот этих ННН, что раньше же в Ветхом Завете, помнишь, Валь, была перепись на все линии, а ведь по этим паспортам они же, как бы, что человек числится, тоже своего рода перепись. Они в этих коллекциях не выступают. На самом деле, у них главное, у сторонников принятия всего мирского, у них, действительно, главный тезис, как бы, да, это кесарю-кесарю, богу-божью. То есть, они считают, что можно, вот, найти ту золотую середину и разделить, как бы, мирскую жизнь и жизнь, жизнь боги, да, жизнь церковную. Что вот, есть некая граница, как бы, она, типа, очевидна, и все понятно. То есть, получается, согласно им, что, вот, вроде как, это можно найти, эту граница. Хотя, на самом деле, мы прекрасно понимаем, что эти две жизни, там, мирская и боги, да, церковная, они, на самом деле, переплетены. Ну, вот, знаешь, то, что Матрона Московская сказала, что придется выбирать крест или хлеб, я вот считаю, что это неправда. Нет, то, что она так сказала, это правда, но считаю, что это утверждение не христианское. Потому что Христос-то говорит другую вещь, он говорит, не хлеб ни единым же в человеке. Нигде не говори, что человек может жить без хлеба. И нигде не говори, что надо отказаться от хлеба. Да, и тем не менее, сам на крест пошел. Но над хлебом не отказывался. Ну, такая, что, сказал бы там, это, у него спрашивали что-то там на суде, хотели что-то у него выпытать. Ну, сказал бы, что он ни в чем не виноват, там, покаялся бы там. Ну, а что там стоило-то? Ну, сохранил бы себе жизнь приблагополучно, а сейчас бы, ну, там, прожил бы свою жизнь нормально. То есть, так же, кесарево бы отдал, а Богу Божьему, ну, что там, какая-то синагога. Ну, отдал бы им кесарево. Ну, чего проблема-то? Нет. Сейчас я тебе объясню, в чем тут разница. Когда Матрона Московская говорит, надо выбирать хлеб или крест, то это уже сам по себе экстремизм. Экстремизм в чем? Еще раз говорю, что таково христианство. Ну, подожди, подожди, дайку себе выскажу. А Христос, Он ничего плохого-то не делает. Ну, конечно. Вообще ничего плохого. Я вообще призываю, что все, что в мире есть, принимайте. Это человек, который не совершил ни одного греха. Правильно, у тебя же как бы это в сказке, там, все, что в мире есть, принимайте. Одно есть, второе есть, третье, все принимайте. Все делайте, как в мире. Ну, мир же хороший, мир же прекрасен. А как? У тебя же так получается, что мир прекрасен. Не надо его изменять. Зачем его изменить? Надо в нем устроиться комфортно, приспособиться и жить в свое удовольствие. И сосчитать удовольствие с этим. Ладно, речь не об этом. Ну, и считать о том, что если тебя будут принуждать по страхам смерти совершить грех, преступление, ну, конечно, надо убирать смерть. Это понятно. Но если такого принуждения нет, отказываться от хлеба, не иметь никакого... Ты не понимаешь, о чем я говорю. Я не вижу никакого преступления. Я не говорю о том, что ты конкретно собираешься делать. Я об этом не говорю. Я говорю о том, что христианство имеет в виду. Ты можешь лично для себя этот вопрос решить как угодно. В христианстве, в конце концов, есть оба направления. Есть направление бескомпромиссное, есть направление компромиссное. Подожди, подожди. Это все болтовня, потому что они тоже в компромиссе. И вообще это бескомпромиссное, абсолютно бескомпромиссное невозможно. А есть это для тебя остановка. Это знаешь, что из раздела такого? Это Бога нету, Бога нет. Это вот ты буквально говоришь, что Бога нет. Подожди, подожди. Невозможно бескомпромиссное христианство, потому что Бога нет. Вот ты не христианин, да? У тебя есть ИНН и так далее. Но я уверен, что и тебя можно довести... Да еще здесь вообще ИНН. Подожди, послушай. Я уверен, что и тебя можно довести до такого состояния, когда ты выберешь смерть. Он, например, заставит тебя порезать младенца. Ну, может, ты денёк-два-три порезешь, а потом тебе надоест, и всё пошло. У тебя все примеры у тебя. Да и мир, но я не знаю тебя. Я из младенца. Почему вы всегда, когда на какие-то примеры хотите придут, всегда какие-то примеры из пальцев высосыны, я никакой реальности не относишься. И как это тоже из пальцев высосыны? Почему? Ещё раз говорю, что вопрос всегда стоит о том, что до какого предела христианин должен соглашаться с порядками мира. Вот мир ему навязывает какие-то порядки. Вот, допустим, мир говорит, вот ты сидишь, допустим, живёшь нормально. Приходят к тебе люди из мира и говорят, слушай, а вот паспорт прими. Почему они тебе навязывают паспорт? Расскажи мне, зачем? Вот ты, например, живёшь, живёшь, ты спокойно где-то там в глуши. Тебе пришли сказать, давай прими паспорт. А если не примешь, мы тебя арестуем, расстреляем и прочее. Ну, почему ты должен принимать какую-то их бумажку? Зачем? Как это тебя касается? Понимаешь, ты не понимаешь, что в этом есть некое унижение, что приходят какие-то люди, вмешиваются в твою жизнь и говорят, унисти перед нами, вот встань на колени, встань. Паспорт, зачем шестёрки в них это сделали? Ну, что, не понимают, что христиане их увидят и будут протестовать? А нельзя было из бесконечного числа знаков? Ой, дайки без шестёрок. Да, это кажется только так. А же, хорошо, слишком уж больно всё гладко сходится. Штрих кодек шестёрки, здесь шестёрки. Ну, как-то... Мне такое впечатление, что это просто специально провокация для того, чтобы христиане вот бесились. Понимаешь? И чтобы потом... Вполне может быть. Так вот, я ещё раз говорю, что вопрос, конечно, с этим СННом и прочими паспортами, всё это, конечно, в частности. Вопрос не об этом стоит. Вопрос кардинально стоит, на самом деле, на какого... Мы же с тобой обсуждали вначале, что действительно, совершенно бескомпромиссная жизнь невозможна. Ну, тогда сразу на кресло и вперёд. Поэтому какой-то компромисс должен быть, тем более мы несовершенны. Да, и требуется путь. Я тебе скажу, где христианин должен умереть. Подожди, такой вопрос... Когда христианину ставят условия жизни, отказ от Христа, он должен умереть. Ну, да. Так они воспринимают принятие ИНН как отказ от Христа. Ты правильно сказал? Так можно что угодно воспринимать. Ну, вот видишь, а как это всё делают? Вот как вот, ты говоришь... Когда тебе говорят об отказе от Христа, они говорят, что ты крещён в неком имени, да? Это имя является... Это то, что тебя нарекает в бой. Когда тебе крестят, задают имя новое. Когда тебе дают ИНН, тебя как бы раскрещивают, понимаешь? Потому что в Библии только одно существо. Помещены цифры, все остальные имеют, Богу, это имена. Меня ещё в садике пересчитывали, знаешь. Дело не в этом. Дело не в этом. Тебе же ИНН дают не потому, что тебя пересчитывают по порядку. Если бы тебя по порядку пересчитывали, да, это было бы одно. Тебе же дают конкретное... Вот видишь, ты уже хочешь вступать в это подробности. Там первые две цифры, это цифры региона. Там никакой... Это не порядковый номер. Если бы был порядковый номер, никаких проблем не было бы. Там первые цифры, цифры регионы, там другие цифры, что-то другое означает, третья цифры, третья означает. Точно так же с этими свидетельствами пенсионными. Там разные цифры означают разные. Это конкретная классификация людей по каким-то этим критериям. Это конкретно твое, какой-то цифровой некий код, который конкретно тебе дан. Так вот, суть-то вопроса в чем состоит? Они считают, что принятие этого кода есть не что иное, как раскрещивание, как отказ от того первого крещения. Тебе в крещении дали имя, принятие другого имени, цифрового, есть отказ от первого имени. Это предательство Христа. Они буквально так и понимают. И я говорю, что для того, чтобы с этим вопросом разобраться, можешь взять, послушать это все в интернете, все эти видео есть. Также можно что угодно разобраться. Еще раз говорю, так в том-то и вопрос состоит, можно что угодно. Поэтому я говорю, что это пробный камень. Вопрос не в этом состоит. Вопрос состоит в том, до какой степени мы должны соглашаться в компромиссии с миром. А до какой степени христиане должны принимать мир. Можно я попробую ответить? В общем, смотри. Дело в чем, как мне кажется. Значит, если мы не можем никакой создать альтернативу тому устройству, которое есть, то мы должны принимать все то, что есть. Ровно насколько люди, живущие в нашем обществе, способны создавать альтернативу. Альтернатива – это не обязательно Царство Божие. А имеется в виду, что под альтернативой. Ну, например, даже такие простые вещи, когда уступают место старикам и больным людям. Как ты любишь сваливаться в болтовню? Это всегда поражает. Ну, сваливаешь ты болтовню. Альтернатива, как ты говоришь, с дьяволом. Да, уже были свои вещи своими не с миром, а с дьяволом. Ну, смотри, ты уже готов принимать гомосексуалистов. Их же жалко. Они же любят друг друга. Да, готов. Ну, уже готов. Дальше как бы станет нормой, что рядом с нами живут гомосексуалисты. Это нормально. Потом станет нормой, что они удочеряют, усыновляют детей. Ну, это же нормально. Потом станет нормой еще чего-нибудь такое. Понимаешь, из разряда какие-то извращенцы живут. Почему бы нет? Потом эти извращенцы начнут проповедовать свое извращение какое-нибудь. Потом это все станет опять же нормой. И по телевизору будут рассказывать, как лучше это делать. Из-за каких-нибудь извращенных видов всяких. Потом и проще, и проще. Ведь человек так устроен. Мы же говорили о том, что сначала человек должен был свой звериный угол. Ну, ладно, я вот не просто болтал, на самом деле. Я же тебе объясняю реально, что насколько общество может противиться этому всему, настолько оно и противится. В государстве. В государстве общество может противиться. А общество состоит из кого? Из людей. Да. И получается, насколько может каждый отдельный человек противиться? Да. Ну, а о чем речь идет? Христианины должны противиться. Вот это и христиане, они этому и противятся. Они встали на этом рубеже, ты встанешь на другом рубеже. Ты считаешь, что это нормально? Это тебе постепенно, как бы, это махина, да, которая на самом деле сейчас приобретает характер глобализации. Потому что это же не просто только в одном. Я не считаю, что глобализация это плохо. Да и не важно. Считаешь ты или нет. Я говорю, махина, раскручивается этот маховит. Потом будут новые рубежи. На новом рубеже другие христиане встанут. Эти встали на пути, как бы, вот этих вот принятий всякого рода документа. Ну, ладно, я туда с другой стороны зайду, мне никак те мысли не выразить. Смысл заключается в том, что это путь неправильный, как бы, сам по себе. Ну, все неправильное, ничего. Бога нет, как бы, христианства нет, ничего нет. Я же, ты у вас все, ты пойми на самом деле, то, что ты говоришь, оно все сводится к простому. Надо принимать все, что от мира. Ну, значит, Бога нет, это ничего нет. Вообще, все эти сказки, как бы, раввинов, там, каких-то еврейских, и все. Это жизнь своей жизни спокойненько, там. Ну, потому что, ну, еще раз говорю, ну, в чем состоит жизнь, в чем состоит смысл христианства? Что есть Бог, что есть Царствие Небесное, что есть какой-то иной порядок вещей. Не вот это тот вокруг, который не устраивает, а иной порядок вещей. Ну, почему ты себя-то не хочешь начать? Ну, стань ты святым, ну, найди такого. Да, еще раз говорю, себя и надо начать. И они начали себя, они начали себя, они как могли, так и сделали. Они стали святыми? Нет, я еще раз говорю, они как могли, ты их не судить, ты себя. Ты когда говоришь начать себя, и говоришь, и они стали. А ты стал, ты начни себя, ты чего и судишь-то? Как могли, сколько могли, столько и сделали. И что могут, то и делают. Они так это поняли. Пускай они поняли, допустим, нищете своей духовной и прочее. Хорошо. О, все, наконец-то я понял, что я хотел сказать. Короче, у нас есть куча всяких обществ, которые борются против абортов, некоторые борются против освидетельствования гинекологами детей в школах. В общем, против чего только люди не борются. Слышишь? Но это общественная работа. Вот это чисто общественная организация, которая с каким-то конкретным частным случаем борется, конкретно частно с ННН, с баспортом и так далее. Ну это, ну, ради бога, пусть борются. Я ничего такого не вижу. Ниже никакого такого прорыва христианского. Еще раз, еще раз я и сказал. Я и говорю, что это частность. Я же сказал, что пробный камень. Вот. Более того. Я сказал вообще, я только с того и начал, что все это частность, что это не имеет значения фундаментального. Речь просто идет о том, что это пробный камень, на котором проявляется вера. Либо ты с богом, как бы, с одним порядком. Божественным. Либо ты с миром. Но это же абсолютно не означает, что... И где граница? Да подожди, это же абсолютно не означает, что ты должен к ним примкнуть, если ты христианин. Ты можешь не привыкать к нему. Только вопрос-то и состоит в том, сегодня ты одно признаешь, второе, третье, четвертое, десятое. А завтра ты что признаешь? Где на самом деле проходит граница-то вот этого твоего признания того, что бог есть? Где? Ведь сказать, что бог есть, это ведь означает, в частности, сказать, что миру нет.